Бог наш, молитвенкой чистой о своей матери, святой славности хвальных апостолов. Помолившись, они стали наперебой рассказывать о своей церкви. Похвастаться сельчанам есть чем. Храм Покрова Пресвятой Богородицы сегодня не узнать. Построенный в 1784 году, он также, как и многие другие храмы, был закрыт в советские времена. После долгие годы пребывал в запустении, но не был разрушен. Сегодня сельчане говорят, значит была на то Божья воля, на то, чтобы храм сохранился для людей. Видят Божий промысел жители и в том, что в те далекие годы было решено заброшенный храм переделать под планетарией. Тогда покрыли крышу строения, но на том дело и остановилось. Если бы не такое намерение власей, никто бы не стал строить кровлю церкви, и не достояла бы она до наших лет. Я рада, что я сюда пришла. Теперь у меня столько знакомых, столько родных. Говорят же, братья и сестры во Христе, сколько же нас много. Народ тянется. Если первый год я когда ходила, пожертвования собирала, многие не верили. Давно, говорит, хотели восстановить, но ничего не делают. Мы, говорит, придем, мы пожертвуем, когда вы что-то сделаете. Валентина Абакумова первая взялась до восстановления храма. Было непросто, но пришли на помощь сельчане. Точно так же горящей мечтой возродить храм покрова Божией Матери. Моя боль, я работаю уже больше 20 лет, и об этом думаю сама, мечтаю восстановить. Я считаю своим долгом, чувствую свою причастность. Конечно, очень непросто. Призываем людей, люди собираются, люди наконец-то осознали, что нужно прийти к вере. Что значит вера для нас, для современных людей. Люди очень откликаются, стали приходить на службу. И пожилые жители села, и молодые. В общем, мы всей душой за восстановление храма. Хотя меня и здесь крестили. Я помню, куда еще и зорили, вот так и бегали. Это я помню. И мама у меня первая была, я с ней ходила. Храм вытечен от годами копившегося мусора. Поставлены двери, установлены новые окна. Но предстоит еще немало. Я хочу обратиться к тем людям, кто раньше жил в деревнях Апакова, Ильтеньпыта, Нагорная, Кичуй, Варваркина. Услышьте нас и отзовитесь, и помогите нашему храму восстановиться. Кто-то, может быть, знает тех людей, которые хотели бы оказать помощь храму, но еще не знают какому. И вы, пожалуйста, отзовитесь. Давайте общими усилиями восстанавливать наш храм. Больше болит душа, говорят верующие, за то, что не восстановлена крыша над алтарем храма. Пожертвований не хватает, только что рассчитались за окна. Опасаются верующие, что пойдут по осени дожди и зальют многолетние старания. И молят, чтобы пришла помощь со стороны. Таких же, как и жители села Кичуй, неравнодушных и верующих. Эдуард Акопьев, Елена Морданшина, Альметьиск ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова